Дорогие друзья, сегодня у нас 11 сентября 2021 года и мы с вами находимся на площади Победы в городе Северодвинске. На этой площади есть ряд замечательных магазинов, но я хотел бы вам показать один магазин. Это магазин Меридиан. В этом магазине представлены знаки, посвященные подводному флоту России. Здравствуйте, Виктор. Скажите, пожалуйста, почему именно вас морская тема интересует, ну и какие знаки здесь представлены на этих стендах? Добрый день. Начал увлекаться коллекционированием именно знаков по теме подводного флота еще с детства. Первый значок, как сейчас помню, папа принес с работы, был посвящен атомной подводной лодке проекта 667 Буки. Вот с тех пор, как говорится, заболел этим. Ну давайте посмотрим, что у нас здесь есть. На первом планшете это, так сказать, общие знаки, посвященные всему подводному флоту. Это знак на допуск к самостоятельному управлению подводной лодки. Разных образцов, всякие всевозможные эмблемы, знаки ветерана-подводника, памятные знаки подводников конкретных флотов. Сейчас я хотел спросить, а по ветерану-подводников и ветеран-знак офицера-подводника, он же взят по образцу царской России, да, получается? То есть это копия практически царских знаков? Копия, да, потому что найти оригинал это просто нереально. Их не все музеи даже имеют. Поэтому, естественно, здесь представлены копии, реплики того первого знака 1909 года. Вот здесь вот представлены разновидности знаков жетона за дальний поход, в зависимости тоже от года, от времени выпуска. Памятный жетон учений с 1970 года. Океан с подвеской. Вот это периода СССР. Здесь уже период российский. Ну и представлены ветеранские знаки ветерана-подводников разных флотов и общих. Хотел бы сразу сказать, что здесь представлен именно подводный флот. Надводного здесь нет. Именно тема подводного флота. На втором стенде у нас представлены знаки, посвященные лодкам проекта 941 «Акула» по натовской классификации «Тайфун». Было построено 6 корпусов. Ну и вот знаки, посвященные каждому корпусу. Спусковые, экипажные, юбилеи, походы, сувенирные знаки. Как вот так? Первый корпус, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Но это практически все знаки, которые выпускались в каждой лодке? Почти все, да. Но тем не менее есть знаки, о которых я мечтаю до сих пор. Потому что тиражи очень маленькие. А какие это именно? Которых здесь нету. Но это в основном была команда, наверное, заказывалась для себя, да? Да, да. Когда экипаж заказывали для себя, очень ограниченным количеством. Причем, чтобы не было повторов, потом штампы уничтожались. Сколько было их сделано, все, столько их и есть. Ну, то есть это, допустим, экипаж, просто офицеры могли заказать себе знак. Если там было 20 человек или 50 человек офицеров, то, соответственно, 50 значков ровно столько и выпускалось, да? Есть знаки, которые вот реально, это официально подтверждено, выпущены тиражом 30-40 экземпляров. Все, их больше нету, никто их выпускать не будет. Поэтому найти некоторые знаки очень-очень проблематично. Но тем не менее, результатом довольны. Вообще, это очень дорогое удовольствие собирать знаки, посвященные именно флоту, именно подводному флоту. Потому что мы знаем, что многим знакам уже далеко за 40 и есть некоторые 50 лет. То есть первым лодкам посвящены, правильно, да? Все, классно, да. Ну и на очередном планшете здесь представлены знаки лодок, построенных на Семаш-предприятии проекта 971. Было построено 7 корпусов, так называемые, вот, звериные названия. Барс, Пантера, Болк, Леопард, Тигр, Вепрь, Гепард, Гвардейская. Но это лодки, которые у нас на этом стене представлены, это все строились на Семаш-предприятии, да? Да, на Семаш-предприятии. Есть еще знаки, посвященные лодкам, построенные в Комсомольске на Амуре, но это... Ну и на других предприятиях, да. На планшете, да. Ну, тоже есть редкие, уникальные знаки. Ну, скажем так, коллекция здесь полностью практически представлена, опять же, этой же серии подводных лодок. Дорогие друзья, если вам понравились представленные знаки, пишите свои комментарии. Если кого-то заинтересовали знаки, вы тоже можете написать, мы всегда вам ответим. Укажем контактный телефон и адрес этого замечательного магазина. Дорогие друзья, у нас у Виктора, как я говорил, обширная коллекция. Я вам показал сейчас только три стенда. У него еще таких же, еще 15 стендов, посвященные именно подводному флоту России. То есть, если вам что-то понравилось, пишите комментарии. И в дальнейшем, в следующей серии мы покажем вам продолжение этой коллекции. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал Серва ТВ. Всего хорошего.